Воскресший Господь Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, «Мир вам!» «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас!» Сказав это, Дунул и говорит им, «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали Ему, «Мы видели Господа». Но Он сказал им, «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, «Мир вам!» Потом говорит Фоме, «Подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои, подай руку твою, и вложи в ребра Мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал Ему в ответ, «Господь Мой и Бог Мой». Иисус говорит Ему, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны невидевшие и увервавшие». Размышления, часть первая. Благословение веры. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих. После смерти Иисуса Его ученики прячутся за закрытыми дверями, опасаясь, что иудейские власти казнят их. Иисус является Своим ученикам, чтобы показать им, что Он воскрес. Он дарует им Святого Духа и поручает им проповедовать Евангелие по всему миру. Однако Фома, которого тогда не было с учениками, говорит, что пока не увидит Иисусу Своими глазами, не поверит. Иисус по милости Своей дает тому возможность убедиться в том, что Он жив. В результате вера Фомы укрепляется. Он признает, что Бог сделал невозможное, воскресив из мертвых Иисуса, Его Господа и Бога. Но сколько же блаженные мы, обретающие спасительную веру, не увидев прежде воскресшего Христа, так воздадим же Богу всю славу за драгоценный дар веры. Были ли в вашей жизни случаи, когда ваша вера поколебалась? Обратитесь к Иисусу и попросите Его укрепить вашу веру. Он обязательно ответит на молитву. Субтитры создавал DimaTorzok